всем привет с вами дмитрий кузьменко директор компании ibase и сегодня мы поговорим о мифе об эффективности параллельной вставки данных в одну таблицу с vdf и обед собственно к этому мифу есть несколько предпосылок но достаточно много разработчиков считает что если распараллелить операции то они в сумме пройдут быстрее и кроме того у нынешних процессоров как на клиентах так и на сервере достаточно большое количество ядер поэтому все должно быть то есть параллельная вставка в некотором количестве потоков коннектов будет быстрее чем в одном и они даже попробовали и у них что-то такое получилось давайте рассмотрим сначала с теоретической точки зрения что то есть где может быть проблема проблема обычно возникает при работе параллельных приложений при борьбе за ресурс какой-то один где эти параллельные операции сталкиваются с друг 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 с другом и вот этой вот этим бутылочным горлом является как раз например вставка происходит она следующим образом если ты сервер сначала ищет страницу со свободным местом если нет то создает новую затем блокирует страницу от изменения другими коннектами вставляет данные и далее происходит разблокировка страницы то есть это в отношении одной таблицы совершенно монопольная операция которая распараллеливаться по идее не может но вот визуально здесь изображено то как раз что я только что сказал то есть данном случае connect 2 попадет на блокировку страницы до тех пор которая не будет отпущена до тех пор пока connect 1 не запишет данные но на самом деле в сервере по крайней мере в классике то есть это действительно зависит от архитектуры серверы происходит несколько не так например если происходит вставка то за страница действительно блокируется туда данные вставляются но затем она не разблокируется до тех пор пока не будет сделан коммит либо пока кому-то эта страница не понадобится для изменений но если вот два параллельных коннекта вставляют данные то вот эти lock insert unlock они происходят поочередно и фактически в монопольном режиме архитектура влияет следующим образом на классике хуже всего то есть потери на потери максимальной дело в том что classic это отдельные процессы на сервере для каждого коннекта и они не могут обмениваться страницами то есть процесс классика должен сначала если кто-то просит страницу отпустить то он должен записать ее на диск для того чтобы все остальные коннекты увидели эти изменения и конкурирующий коннект который хочет ставить данные на новую страницу он должен ее считать то есть эту страницу ну и синхронизация организована семафорами то есть здесь самое то есть самые большие последствия от синхронизации такой супер классик средние потери дает потому что синхронизация семафорами не требуется поскольку супер классик это один процесс но кэш у коннектов все равно раздельный и требуется перечитывание данных то есть записи перечит на диск и перечитывание данных для каждого вот треда который в этом процессе управляет отдельными коннектами и в супер сервере влияние минимальное потому что там общий кэш явной так синхронизации семафорами нет и она хоть и есть но она наиболее простая то есть потери действительно минимальны и так мы пришли то есть рассмотрев механизм вставки данных файбеде пришли к теоретическому выводу что параллельная вставка в одну таблицу не распараллеливается на самом деле и вот это как бы показатель неверных выводов на основе исходной неверной информации достаточно большое количество разработчиков которые проектируют мультитред приложения не знают как происходит внутри и например ну пишут то есть обращаются из нескольких тредов к серверу в одном коннекте на самом деле если раньше такие вещи приводили к падению клиентского приложения то сейчас конечно падение не будет но сделано это потому что все параллельные операции в одном коннекте блокируются и таким образом никакой параллельной работы на самом деле нет то есть если вы например хотите чтобы пользователь не то есть пользовательское приложение не повисло пока выполняется запрос пятиминутный например на сервере то значит вы создаете два треда в одном выполняете запроса во втором а второй тред тоже будет висеть пока запрос не закончится поэтому параллельные операции нужно выполнять в распараллеливаемых вещах то есть данном случае в разных коннектах и так далее так далее разумеется что параллельная вставка в разные таблицы может выполняться и распараллеливаться сколько угодно например если 10 тредов вставляют записи в 10 разных таблиц то все это будет работать действительно параллельно но надо все-таки размышления и теоретические выводы подтверждать каких какой-то практикой мы сделали тест одна таблица 9 числовых столбцов у нее первичный ключ и средний размер записи где-то 78 байт при этом сервер 12 ядер то есть даже 32 например коннекта должны хорошо распараллелиться по этим ядрам 32 гигабайта памяти linux redhead 6 64 битные файбеты 2 5 и 3 0 будем тестировать и естественно на всех архитектурах то есть посмотрим какое влияние имеют какое влияние имеет архитектура вставлять будем 1 миллион записей это не очень много и вставлять будем вот в одном 2 4 8 16 32 коннектах то есть не будем от 1 до 32 перечислять поштучно цель вот этой вставки миллиона записей замерить время в секундах которое потребуется вот на как раз на этот самый миллион то есть если мы тестируем 32 коннекта то в каждом будет залито не более 31 1250 записей и естественно что по результатам этого теста чем дольше тем хуже то есть чем больше было потрачено секунд на вставку миллиона записей тем хуже будет считаться результат ну и давайте посмотрим на classic на результаты классика 25 вы видите что вставка в одном коннекте достаточно быстро происходит то есть где-то секунд за 10-12 и с увеличением количества коннектов время начинает замедляться причем с 4 достаточно сильно я не знаю почему вот в данном случае именно на четырех коннектах произошло замедление но у меня например на компьютере когда я пытался повторить этот тест замедление произошло сразу на двух коннектах потому что оба начали производить интенсивную запись на диск для уже упомянутого обмена страницами то есть изменил страницу записал альтернативный коннект считал опять изменил записал и так далее вот и самый самый худший вариант это 32 коннекта то есть 15 раз медленнее чем один коннект с форстрайт of то есть выключенным синхронным кэшированием операционной системы производительность в семь раз медленнее то есть не в 15 как при форстрайт of супер классик 25 немного получше то есть если при форстрайт он результаты почти такие же то при форстрайт of он уже не в семь раз опять раз медленнее чем один коннект так что здесь вроде бы немного получше но и супер сервера 25 в данном случае является победителем потому что даже при 32 коннектах вставка миллиона записи произошла за где-то 27 секунд и ухудшение производительности не такое сильное но и естественно она есть потому что сам по себе супер сервер 25 не распараллеливается то есть с отдельной базой данных он работает только в одном трейде и единственное что нас радует это то что форстрайт он или of у супер сервера практически не влияет на результат ну то есть влияет но только на 2 и 4 коннектов вот я свел специально в эту в одну таблицу в один график все результаты с форстрайт of и видно что лучше всех супер сервер на 32 коннектах по крайней мере у него потеря производительности составляет почти три раза то есть где-то два с половиной и супер классик хуже супер сервера где-то раза в полтора и классик хуже супер сервера где-то раза в два то есть при одном коннекте все эти архитектуры равны замедление начинается при увеличении к количество коннектов и на всех артик на архитектурах супер сервер конечно быстрее всех но 32 потока медленнее одного в три раза то есть распараллеливание по ядрам здесь нет нас именно на стороне сервера так супер классик медленнее супер сервера почти в два раза и классик медленнее супер сервера в 3 раза разумеется что для остальных задач разница в производительности будет меньше то есть не между разница в обычной там продакшн системе между супер сервером супер-классиком и классиком будет не в два или в три раза а где-нибудь ну например вот по практике супер classic быстрее классика примерно от 15 до 30 процентов то есть понятно что это зависит от того есть ли на сервере запросы с сортировкой где у супер классика есть общий кэш и так далее и так далее ну и в архитект в версии 2.5 классика супер классика естественно раз параллеливается в отношении супер сервера поэтому супер сервер практические задачи многопользовательский он будет решать конечно хуже чем классик и супер классика давайте переходим к тройке classic 3.0 как вы видите в отличие от 2.5 сразу на двух коннектах показал очень сильное падение производительности причем разница между for straight on и off здесь не такая большая как у классика 2.5 но тем не менее ухудшение при увеличении количества коннектов достаточно большое супер классик 3.0 результаты получились достаточно странные то есть там со второго коннекта производительность самая плохая и постепенно начинает улучшаться к 32 коннектам нужно повторное тестирование на 3.0 1 и 3.0 2 но когда она будет выполнена я не знаю может быть и никогда потому что этот тест не является первоочередным и не является прям таким сеть сильным показателем общей производительности архитектуры серверов и тут при тестировании было замечено особенности планировщика linux каждый часто какой-то коннект который стартовал примерно первым то есть надо сказать что все даже если стартовали 32 коннекта то они запускались с разницы не более 50 60 миллисекунд но конкретный какой-то коннект получал прям больший приоритет успевал вставить иногда успевал вставить свою порцию записи до трех раз быстрее остальных коннектов естественно что это слегка искажало результаты это проявлялось при force write on на force write off результаты были нормальные то есть скорее всего я подозреваю что здесь это связано с шедулером ввода вывода но в общем непонятно то есть по идее надо бы еще сравнить на windows для того чтобы определить если разница в этом плане между операционными системами но не знаю как получится и результат супер сервера 30 тадам то есть то распараллеливание о котором говорили говорили разработчики тройки она здесь работает абсолютно прекрасно то есть замедление между одним и тридцатью двумя коннектами является минимальным и мы видим практически идеальную масштабируемость то есть при этом загружаются все ядра какие только возможно однако если вы сравнили цифры то супер сервер 30 работает чуть медленнее чем по крайней мере в одном коннекте чуть медленнее чем супер сервера 25 но у супер сервера 25 никакой масштабируемости нет как уже вы видели на приведенном ранее графики и того по 30 итог for strike of вы видите что разница куда больше чем для версии 25 например если мы сравним 32 коннекта то мы получим что супер классик хуже супер сервера в три раза классик хуже супер сервера я даже затрудняюсь сказать во сколько раз то есть где-то 6 6 6 или в семь раз по крайней мере если я не ошибся ну и начать еще раз выводы по сравнению с 25 в отличие от 25 супер сервер 3 0 прекрасно масштабируется и больше отрыв от супер классика и супер сервера классик хуже супер классика в два раза здесь в 3 0 но собственно разработчики фай беда об этом и предупреждали что поскольку супер сервер будет распараллеливаем в 3 0 мы видим что он действительно распараллеливается то это является наиболее предпочтительной архитектурой естественно что классик и супер классик из-за общего изменения кода сервера то есть они слегка замедлились и если вы переходите с сохранением архитектуры то вам стоит подумать о переходе именно на супер сервер и так вставка в одну таблицу распараллеливается только на супер сервер 3 0 и больше ни на какой архитектуре версиях и так далее поскольку результаты даже для супер сервер 3 0 от 1 до 32 коннектов одинаковые распараллеливание вставки не имеет никакого смысла то есть если вы используете супер сервер 3 0 то вы можете конечно сделать распараллеливание вставки в своем приложении то есть создать несколько коннектов даже с одного клиента и попытаться что-то там улучшить но как вы видите улучшить вы вообще ничего не сможете то есть это будет совершенно пустая затея на остальных архитектурах и версиях это вообще бессмысленно то есть вы получите только ухудшение производительности да к сожалению classic 3 0 хуже classic 2 5 еще раз подчеркиваю что на этой задачи этот тест синтетический и отсюда также сделан еще один интересный вывод что супер классик на 3 0 не имеет никакого смысла действительно супер сервер в 25 был в виде супер classic извиняюсь в 25 был введен как промежуточная архитектура переходная и как я уже сказал в предыдущих слайдах то есть действительно люди которые перешли на супер classic с classic они получили определенное преимущество в производительности то есть вот 15 до 30 процентов естественно на супер сервер они не могли перейти потому что он не распараллеливается по ядрам но поскольку в 3 0 у нас как вы видели супер сервер прекрасно распараллеливается получается что использовать classic который так и не супер классик который не так и не имеет общего кэша имеет в общем в этом плане все недостатки классика то есть не имеет смысла использовать то есть конечно вы можете попробовать поработать с ним но на тройке я советую сразу переходить на супер сервер если кто-то боялся что супер классика супер сервер то один процесс если который упадет толпа отсоединяться все коннекты то но люди же перешли на супер классик в 25 и совершенно нормально работают но еще надо сказать отметить что вот со времен тестирования нами файбиода 30 альфа супер сервер был наиболее стабильной архитектуры то есть там меньше всего падение было при отладке до выпуска релиза файбиода 30 но я хочу также обратить внимание что минимальное время вставки даже на супер сервере 30 который помедленнее чем супер сервер 25 составила около 20 секунд и соответственно если у вас хуже значит вы что-то делаете не так или например у вас большое количество индексов на этой таблице большое количество триггеров то есть с этим надо что-то делать то есть если вы хотите получить большую скорость то нужно что-то улучшить большое спасибо за внимание с вопросами по этой теме ну и конечно любым другим вы можете обращаться на email support ibaze.ru или позвонить по телефону спасибо тем кто участвовал во всей этой затее тест проводил павел зотов график и объяснение дмитрий кузьменко и огромное спасибо за консультации дмитрий разработчикам с убд файбиод дмитрия еманова и владиславу хорсуну